Шесть случаев укусов клещами. Такую цифру озвучивают в лаборатории регионального Роспотребнадзора. В этом году к семи опасным в Оренбуржье добавилась еще одна территория, Сарактарский район. Жители области сдают клещей для исследований. На сегодня заболевание энцефалитом не выявлено. Однако соблюдение безопасности во время прогулки на свежем воздухе, даже на территории населенного пункта, неотъемлемая мера. Если вы нашли на себе клеща, и нет возможности сразу обратиться за медицинской помощью, вы можете его вытащить сами. Если есть возможность, принести его в лабораторию на исследование. Лаборатория у нас находится в четырех городах. Это Оренбург, Орск, Бузулук и Бугуруслан. Если такой возможности нет, то обратиться к врачу, чтобы он наблюдал вас в течение трех недель после укуса. Спрей и аэрозоли станут хорошим спутником в походах на природу или при выходе в лесные места. Самоосмотр каждые 15-20 минут. Защитить может закрытая неяркая одежда. А уже дома не забывать ее стряхивать над ванной или другой светлой объемной поверхностью. Осмотреть все тело после прогулок крайне важно обращать внимание на домашних питомцев. Членистоногие с легкостью пробираются под шерсть. Но если клещ все же впился под кожу, главное не паниковать. Спокойно посмотреть, насколько он углубился своим хоботком туда в кожу и ни в коем случае резко не выдирать. Потому что, к сожалению, там есть у его хоботка зазубринки, он ими цепляется. И когда резко отдирает, то получается хоботок со слюной остается там, а в слюне именно и находится вот этот вирус. Клещи являются переносчиками опасного для человека энцефалита и боррелиоза. Эндемичные территории отмечаются специалистами по всей стране. Самые уязвимые регионы – Подмосковье, Ленинградская, Псковская и Тверская области. На Урале и в Сибири самые опасные стали Свердловская, Челябинская, Томская области и Алтайский край. На Дальнем Востоке выделяют Бурятию, Приморский край и Еврейский автономный округ. Алена Круглова, Семен Воробьев. Новости дня. Алена Круглова, Семен Воробьев. Новости дня.